Основные пункты соглашений со стороны предприятий – это обязательства по увеличению производства продукции, налогов и росту заработной платы. Компания ТНК БИПИ, например, традиционно в этом году планирует увеличить размеры социальных программ, оклады своим сотрудникам и продолжить развитие производства. В модернизацию саратовского НПЗ компании по итогам прошедшего года уже вложено почти 9 миллиардов рублей. При окончании этой реконструкции, мы думаем, в текущем году основные объемы мы выполним, мы можем создать условия по переходу на выпуск топлив Евро-5. Это как раз то, что, собственно, от нас и требовалось. Часть соглашения – предоставление соцпакета сотрудникам. В компании ТНК БИПИ действует целый ряд социальных программ. Работники имеют возможность получать бесплатную медицинскую помощь в лучших клиниках, санаторно-курортное лечение на Черноморском побережье, дети сотрудников отдыхают в оздоровительных лагерях. Компания оказывает помощь и в приобретении жилья. Я сам лично пользовался жилищной программой. Мне предприятие помогло приобрести квартиру. Такая она очень полезная программа. Сельхозпроизводители от компании ТНК БИПИ получают льготное топливо. В прошлом году саратовские фермеры сэкономили почти миллиард рублей. В 2012-м сотрудничество продолжится. Кроме того, в этом году впервые ТНК БИПИ окажет поддержку дорожному комплексу области. Предполагается поставка битума на льготных условиях. В перспективе компания намерена активно развиваться, постоянно увеличивая поддержку региона и своих сотрудников. В ТНК БИПИ считают, что стабильное развитие области и сам бизнес делает стабильным. Кристина Трушина, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.